Меня это не волнует. Когда вы являетесь поучастником, когда вы напрямую взаимодействуете с теми людьми, которые пытаются травить жизнь, тогда вы будете отвечать. И самое главное, одна дамочка вчера призналась, что она знает голову, которая создала вот это всё, вот эту травму на меня. Она её знает. Так вот, дорогие мои, у меня есть скриншоты. И когда человек знает правду, знает того человека, который занимается кибербургом, и скрывает, ждите звонка от юристов, от адвокатов, потому что за то, что вы держите в молчании, за то, что вы участвуете в этом во всём, тоже будете отвечать. Остальные пешки, которые вот там пишут, как-то голосовые я слышала, что меня хотели набить морду, жёстко занимаются травмой, пишут гадости, это тоже статья. Вы хотели как-то меня проучить? Не получится. Вы хотели как-то меня испугнуть? Нет. Вот знаете, наоборот, очень много сил, очень много бодрости, желания вот доказать обратное у меня появилось. Я, если бы чего-то боялась, я бы не начинала бы вот эту всю шумиху с вами. Но когда я понимаю, что я чиста, как белый лист, а есть вещи пострашнее, которые вы делаете, вот за это, дорогие мои, вы будете отвечать. И самое, знаете, ужасное, это то, что это женщины, у которых есть дети, у которых есть друзья, есть даже женщины за 60, которые с утра до ночи живут моей жизнью, которым я покоя не даю и без меня они не могут жить. Я вам обещаю, пощады не будет. Будете отвечать? Каждое. Все в рамке законных, и это не административно, я вам открою секрет. Это жесткая травля, и за это будет уголовка. Честно, хотела быть хорошей до последнего. Вас как-то интересует то, что я делаю, то, что я снимаю. Я вас как-то трогаю. Мои действия не причиняют вред абсолютно никому. Абсолютно никому. Если вы думаете, что вы судьи, что вы боги, что вы можете что-то сделать, что меня надо проучить, вы кто? Вы кто? Вы диванные критики, которые ничего не добились в этой жизни, в которых есть психические проблемы, потому что здоровый человек, такими вещами заниматься не будет. Если вы думали, что вы собрались в кучу, в тягушку, в крысу там, в писать, закупаться рекламой там, заниматься травмой, и я где-то буду прятаться там, в углу, нет, это не получится. Вы зашли слишком далеко. Слишком. Так что ждите ответочку. Понятное дело, это не сразу. Это не один день, это не неделя. Это в течение месяца вы будете ждать звонка, либо электронное письмо со всеми доказательствами. Вы запомните, дорогие мои, что есть хакеры, которые пробивают ID. Есть люди, которые действительно могут делать нереально. Да, это стоит немало денег, но я буду защищать себя и своих близких от таких муравей, как вы. Никто никогда в жизни не посмеет трогать меня либо моих близких. Если вы видели Кристину, которая в рамке проекта была такая милая, хорошая, понимающая, которая все все прощает, просит прощения. Так вот, дорогие мои, когда что-то очень серьезное наступает и идет уже перебор, тогда включается другая Кристина и со справедливость я буду топить до конца. Так что готовьтесь. Вам много не осталось расслабиться и писать. пока есть время, пишите пакость цвета, если это вам приносит удовольствие. Потому что вам, я вам честно отвечаю, много не осталось. Я буду со стороны вот так смеляться, смотреть. Так что я вам желаю наслаждаться этими моментами, которые вас взбудораживают, которые приносят вам хотя бы чуть-чуть радости в жизни, потому что вам осталось чуть-чуть, а потом, потом, потом вы дальше увидите. Сидела я дома и думала приготовить, покушать, либо выйти в ресторан и покушать. Короче, мы нашли классное местечко рядом с домом. Смотрите, какой красивый вид. И, кстати, каждый раз, когда заказываете что-то, вам в подарок привозят вот такую вот лепешку. Очень вкусно. Сегодня реально классный такой день, солнечный. Снова будем загорать, кайфовать. Иван Андреевич там снимает красивые виды. Реально. Кстати, этот бич-клаб называется Динфин. Валань. Очень круто. здесь. И, кстати, очень вкусно готовят. Так что, девки, когда будете в Аланье, обязательно приходите. Все переживают, что я не ем. Но посмотрите, какую большую порцию я себе заказала. И картошка, и мясо, и салатик, и макароны просто. Еще и лепешку поела. Но вид, конечно, шикарный просто.